Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, с нами на связи. Виталий, приветствую вас, здравствуйте. Приветствую вас. Давайте поговорим действительно о Сирии. Я первый очень короткий вопрос, от вас попрошу короткий ответ, а далее более, да. Потому что для многих события этой недели в Сирии стали, ну, неожиданными. Для вас эти события, которые ныне происходят, и взятие, да, и Алеппо с сирийскими повстанцами, все-таки для вас это неожиданность? Ну, приблизительно где-то об этом говорили некоторые эксперты, утверждая, что снижение военного присутствия России, выведение боеспособных частей, переброс с того же Вагнера, там, снижение количества присутствия, и проблемы коррупции в самих провластных сил у Асада, они создадут условия, для которых, возможно, будут наступления. Ну, чтобы предсказать наступление именно на Алеппо, и что удастся взять город фактически в несколько дней, без большого сопротивления со стороны Асадистов, это вряд ли кто-то мог прогнозировать. Я не встречал ни одного прогноза, ни в западной прессе, ни в арабской, ни в украинской, либо кто-то, кто-либо такое мог бы себе представить. Да, говорили о некоторых наступательных операциях, о том, что, возможно, сейчас лучшая ситуация для объединения усилий разных анти-садистских сил, в том числе туркоманов, в том числе свободная армия Сирии, в том числе определенные умеренные исламисты. И тогда речь бы шла о шоком коалиции от курдов до турков, которые бы ударили по Асаду. Но когда это произойдет, посмотрит такая коалиция, тем более, чтобы было обострение отношений между туркоманами и курдами, и сейчас не лучшие отношения, то, что вот сейчас взять и захватить город, который в свое время держался три года от штурмов ассадистов, взять город за три дня, ну, фактически это, как бы, успехи, это мало кто проявлял. Спасибо вам за этот ответ, Виталий. Тогда вот продолжение. Ну, и действительно, нашим зрителям напомним, взят, да, второй по величине сирийский город Алеппо повстанцами сирийскими, продолжается наступление на юг, но российская авиация, я напомню нашим зрителям, продолжает атаковать территории не под контрольный режиму Асада. Об этом сейчас сообщают уже и гражданские мониторинговые организации, в частности, базирующийся в Великобритании, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, да, сообщает тоже очень много информации о том, что ныне происходит. Я также напомню, что правительство Асада направило и подкрепление значительную, и создает линию обороны в городе Тайбад, Аль-Имам, и поселках Атаб и Суран, это уже на севере провинции Хама. Да, я хочу вас спросить, ну, Асад не сдается, я прошу прощения, что я так говорю, но не сдается, да, направляет туда подкрепление и так далее. Но если мы в общем картину возьмем, по вашему мнению, что же все-таки происходит? Насколько, по вашему мнению и по информации от мониторинговых организаций, и дальше готовы все-таки продвигаться повстанцы? Ну, на данный момент возле города Хама удалось асадистам сдержать наступление повстанцев. С другой стороны, мы видим даже по карте международных наблюдателей, которые равноудалены от всех повстанческих групп, мы видим, что есть наступление университетов на юге, есть наступление курдов и туркоманов на своих секторах, и, вероятно, расширение зон, которые они смогут получить под свой контроль. Асадисты на данный момент укреплены российскими вооруженными силами, скорее всего, туда активно сейчас будут переброшены какие-то вооруженные подразделения, какие-то техники и летчики, в первую очередь, которые необходимы для нанесения ракетных ударов фронтовая авиация. Но, возможно, они попытаются стабилизировать то, что называется фронтом, потому что и назвать это фронтом достаточно сложно. Группы от 10 до 20 человек, которые курсируют между городами, делают нападения на какие-то блокпосты, это ведь не фронт. Это даже не напоминает то, что у нас происходит на фронте. Но на данный момент есть некая контратака асадистов. С другой стороны, нет достаточных резервов и возможностей, чтобы окончательно остановить наступление повстанцев. И я не исключаю, что какие-то территории вглубь территории самой Сирии, территории, которые раньше были контролируемы, но не являются своими. Потому что, надо сказать, что Сирия – это такое одеяло с многими заплатками. И там представители разнообразных религиозных и этнических групп. И в свое время Асаду удалось захватить территории, которые не являются близкими ему по этнической и религиозной группе. Которые одно относятся к ему клану, к его роду. Сейчас, возможно, будет скукоживание этого пространства подконтрольной Асаду Сирии до территорий, которые принадлежали исторически его религиозной группе или их кланам. Это небольшая территория вокруг Дамаска и ближе к морю. Поэтому на данный момент у Асада складывается не лучшая ситуация. Захватить Дамаску, сбросить его в море, сбросить его режим – это уже поспешили заявить некоторые наблюдатели, когда Асад улетел в Москву, не дожидаясь Путина. Путин в это время был в ДКБ. Это слишком поспешная была эвакуация Асада. Многие верили, что было какое-то покушение на его жизнь в самом Дамаске, что некоторая часть элит Асадиста уже устава от него и хотела бы избавиться. Как раз есть благоприятный момент, чтобы от него избавиться. Но на данный момент мы видим, что есть контратака, есть некоторая стабилизация по направлению на сам Дамаск, продвижение на Хам остановлено повстанцев, и есть наступление повстанцев на юге и на Сеере. То есть действительно территории по контрольной Асаду будут уменьшаться, но говорить об окончательном разгроме в среднесрочной перспективе не приходится. Так, хорошо. А в продолжение тогда уже несколько раз мы сегодня, да, ну, понятное дело, будем вспоминать Асада. И очень многие вспоминают контексты того, что он куда-то пропал. Действительно, долгое время, ну, буквально несколько дней, то есть не давал о себе знать. В субботу вечером на происходящее впервые отреагировал. О местонахождении, добавлю нашим зрителям, достоверных сведений нет несколько дней. Но есть информация якобы от него, но распространяет его офис. Цитирую, Сирия продолжает защищать свою стабильность, территориальную целостность перед лицом всех террористов и тех, кто их поддерживает. Да, как раз он во время телефонных разговоров, это офис передает такую информацию, озвучил руководство Объединенных Арабских Эмиратов. Также добавил, она способна, то есть Сирия, с помощью своих друзей и союзников нанести им поражение, уничтожить их вне зависимости от того, насколько активными будут атаки террористов. Виталий, ну, по вашему мнению, Асад все-таки в Сирии или нет? Ну, как вы, просто интересно даже об этом поговорить. И вот все-таки, какова его сегодня, скажем так, может ждать в ближайшее время участь, по вашему мнению? Еще совсем недавно не было сомнений в том, что Асад держал Сирию. Вот буквально несколько месяцев назад в международной прессе и в анализе большинства аналитиков, которые отслеживают Ближний Восток, никого не вызывало сомнений, что Асад удержался при помощи русских и Ирана, что он усиливается и что речь уже шла о кризисе оппозиции. Потому что оппозиции придется как-то с ним договариваться, строить какую-то конфедерацию, конфедерацию отношений, как-то взаимодействовать и сосуществовать. И здесь мы видим, что это совсем не так, что Асад не является неким монолитным, там, его сторонники, его политическая сила, его военная сила в Сирии не является неким незыбной вещью, что иранская и российская поддержка не гарантируют ему сохранение власти на сочинной части территории. Он теряет один из крупнейших городов после Дамаска в стране, которая раньше была не его, которая является главным его завоеванием во время предыдущего этапа войны. И сейчас мы говорим о том, что куда бы он сам подевался. Скорее всего, он или в Москве, или где-то находится в какой-то третьей стране, которая ему оказывает помощь, как в том же Иране, например, где пытаются выпросить дополнительную авиацию, технику и боеприпасы. У сирийской армии есть дефицит боеприпасов, несмотря на то, что русские якобы снабжали их в последнее время. Но был критический для них момент, когда поставки вооружений и нахождение российских специалистов, которые вели... Слышу, да, да. Да, я слышу, началась... Ну, давайте скажем, потому что это услышали наши зрители в Киеве, да, и в отдельных областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. И продолжаются атаки со стороны российской армии с использованием БПЛА. Поэтому я слышу, да, и у вас услышала. Спасибо, Виталий, что с нами сегодня. Договорите, пожалуйста, и вам слово, договорите. Да, и все это указывает на то, что достаточной силы у Асада не оказывается, что этот режим находится в перманентном кризисе, не способен сам себя защищать. То есть на штыках Ирана и России он и держится. Только расслабляется военное присутствие русских, у Асада начинаются глобальные проблемы. И в действительности может создаться такая ситуация, что правда, что часть его элиты от него отказывается, при том, что снижение занимается с собой их из былой вливание, что у них нет дополнительных ресурсов поддерживающих Асада, от него отказываются бывшие попутчики, и тогда Асад, естественно, может быть свергнут и поддерживает переходное правительство. И тогда можно быть позднее, как по названию Сирия. На данный момент это не единое государство, и Асад контролирует только одно четвертое. Да, Виталий, буду благодарить вас за участие в нашем эфире. Всегда вам очень рада. И есть, что еще обсудить. Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Мы говорили о том, что происходит ныне в Сирии, в Алеппо, во втором по величине сирийском городе. И не только, а насколько сегодня решается судьба Дамаска, столицы Сирии. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.